Девочка-пай 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 Гипноз Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Ростова-на-Дону. Температура за бортом 18 градусов по Цельсию. Виктор, просыпайтесь! Ну надо же! Я, кажется, успел. Передо мной Наташа. Улыбается. Интересная девчонка. Хотя, конечно, та, которая стала в Сардаме, гораздо интереснее. Просим извинения за неудобства, связанные с метеоусловиями. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз... А что за неудобства-то? Ой, Виктор, вы себе не представляете! Тут такое было! Мы попали в грозовую тучу. Самолетик еле выдержал. Мы просто чудом долетели. Да? Вам было страшно? Нет, мне не до этого было. Я охраняла ваш покой. Спасибо. С меня причитается. Смотри, вы пошутить не любите. Да я серьезно. Мне было очень интересно наблюдать за вами. У вас такая потрясающая мимика. Это как? Движение мышц лица соответствует работе мозга и отвечает за определенное психическое состояние. О-о-о! Вы в этом деле разбираетесь. Конечно. Я будущий психолог. В этом году заканчиваю РГУ. Заочно, правда. Я рад за вас. Успехов. И вам спасибо. Мне показалось, что вы испытали какое-то удивительное приключение. Вы умеете путешествовать во сне? Ай-яй-яй! А джинсы-то в обтяжку. Нетрудно догадаться, с кем я путешествовал. А где же Томик Пушкина, который прикрывал мои колени? У нее в руках. О, Господи! Я сам ей разрешил. Конфуз какой. Это обычный сон. Вы не ошиблись, милочка. Вам показалось. Но я вам благодарен за услугу. Позвольте, я пристану. Так, что там у меня? Ага. Наташенька, примите от меня на память этот скромный сувенир. Вы меня балуете. А этот Мишка из Швейцарии? Какая вы догадливая. Извините, мне пора. Приятно было познакомиться. А куда вы так торопитесь? Прощайте. А торопиться и на самом деле было некуда. Пока еще дождешься багажа. Хотя, наверное, интуристовские рейсы обслуживаются оперативнее, чем обычные. Как долго. Перекурить, что ли? Как небо-то заволокло. И гром грохочет. Скоро ли вонет? Виктор, вы забыли книжечку. Наташенька, вы ошибаетесь. Я вам подарил ее. Не много ли подарков? Вы того стоите. А что же вы тогда сбежали от меня? Бог с вами, милочка. Я просто тороплюсь. И далеко торопитесь? Вам это интересно? Интересно. Ну, в таганрог. Тогда мне с вами по пути. Я живу на военведе. Вы на маршрутке? Нет. Меня машина ждет. Так, может, вы меня подбросите? Боюсь, что не получится. У меня другие планы. Странно. Что в этом странного? Вы странный человек. От меня еще никто не убегал. Ну, извините. Ох, и молния сверкнула. Наташа, шли бы вы, однако, в терминал. Да что вы меня гоните? Я покурить хочу. Не угостите сигареткой. Да, пожалуйста. Спасибо. Сигареты тоже из Швейцарии? Из Франции. Вы любопытная. Виктор, я от вас отстану, если вы ответите мне на один вопрос. Интересное условие. Ну, хорошо. Я слушаю. Чем от вас так пахнет? В смысле? Я с вами провела, бок о бок, три часа в полете. И от вас ничем таким особенным не пахло. Но стоило лишь вам проснуться, от вас пошел какой-то удивительный, невероятный запах. Головокружительный. А вам не показалось? Нет. С обонянием у меня все в порядке. Откуда взялся этот запах? Вы принесли его с собой из сна? Ну, вы же умный человек и понимаете, что это невозможно. Конвейер заработал. Да я без багажа. Вам что, не терпится со мной проститься? Ну, посмотрите на меня. Неужели я совсем не привлекаю вас? Ответьте. Вы меня запутали. На какой вопрос мне отвечать? Где вы были в вашем сновидении? Ну, что ж. Один вопрос, один ответ. Я был в Голландии. В наше время или раньше? Раньше. В каком веке? В восемнадцатом. Так этот запах от тюльпанов? Немного ли вопросов? Извините, мне пора. Я правда очень тороплюсь. И угораздило мне вести с собой такую ношу. Как не кстати. Вот тебе и полчаса. Мгновенно не уснешь. По городу примерно столько же. А там Олег свернет куда-нибудь. Придется опоздать немного. Только бы она не убежала. Где ее потом искать? Впрочем, Кримпенбург не велика улица. Отыщем как-нибудь. Искать машину, к счастью, долго не пришлось. Вот она, волжанка. Затонированные стекла. То, что надо. И Олежек рядом с ней. Привет, братан. Привет. Я думал, ты не прилетишь. Ну, а куда я денусь? Везде задержки. Циклон, что ли, какой-то. Небо, посмотри какое. Поехали. Витек, мы не одни. Не понял. С нами пассажирка. Ну, я понял, что твоя знакомая. До военведа напросилась. Довезем. О, Господи. Зовут ее Наташа? Да я не знаю, как ее зовут. Чудная барышня. Ко всем подряд заглядывает. Мол, вы куда? Не в Таганрог? А она так, ничего собой, симпотная деваха. Я ей включил тебя. Ей интересно. Слушай. Что ты ей включил? Анжирку. Она самая прикольная. Смени пластинку. Третий том с собой. Про боку? Ну, а как же? Под лунную сонату лучше засыпать. Ты спать собрался? Значит, смотри. Мне эта девушка по барабану. Чего ты? Мы довезем ее до военведа. Но только ты не вздумай развлекать ее своими разговорами. А почему? А потому что мне надо уснуть. Это очень важно для меня, ты понимаешь? Понимаю, понимаю. За постом ГАИ свернешь направо. Там есть поворот. Петровка. Где святой источник? Туда мы и поедем. Искупаешься в святой воде. Немного прогуляешься. А ты? Я буду спать. И не вздумай разбудить меня. Олежек, я тебя прошу. Это серьезно. Понял. А ты долго будешь спать? Не знаю. Может быть, до вечера. И сдержки за мой счет. Ты знаешь, брат, за мной не заржавеет. Да понял, понял. Спи сколько угодно. Я тебя не потревожу. Тогда погнали. А девушка Наташа с оголенными коленками призывно улыбалась. Я же вам сказала, что от меня еще никто не убегал. Вы ошиблись адресом. Я так не думаю. Послушайте, Наташа. Мне не до вас. Не обижайтесь. Это фатальное стечение обстоятельств. Вы очень интересная и привлекательная девушка. Возможно, мы когда-нибудь и встретимся. Но только не сегодня. Пообещайте мне, что вы не будете меня тревожить. Я сейчас усну. Мне это очень нужно. Ну, договорились? Как скажете. А чей я слышу голос? Ваш? Наташа, я прошу вас. Виктор, а вы кто? Я человек, который хочет спать. Все. Меня нет. Виктор, а вы у нас за печкой, и меня всегда пугали. Я перестал его бояться лет, наверное, в семь. Когда впервые заглянулся до занавески, и ничего там не увидел, кроме лавы. Витенька, ты спишь? Ух, ничего себе. А кто это со мной заговорил? Чей это голос? А вернее, шепот. Неужели по ту сторону двери, из-под сознания? Вот это да. Если ты не хочешь просыпаться, оставайся там, где ты находишься. Да кто это? О, господи. Наташа, что ли? А вот принципиально не проснусь. Я останусь там, где нахожусь. За что бы ухватиться? За дверную ручку. Да я ее почувствовал. Так, значит, я владею своим телом. Ура! Ну, Ева, потерпи немножко. Все идет по плану. Но только выслушай меня. Я знаю, ты все слышишь. Какая надоедливая девушка. Что ей надо от меня? Мне известно, что такое преднамеренное, осознанное сновидение. Сном можно управлять. Серьезно, контора РГУ, однако. Специалистов выпускает, будь здоров. Но не по субботам. При всем желании ты сегодня далеко не улетишь. Понятно, кто тебе преподавал. И мне знакомы эти байки. Это у еврейского народа субботний сон считается пустопорожним. Но я-то, слава богу, русский. И более того, сибирец. А у нас свои законы. Эх, Наташа. К тому же, путешествием в пространстве и во времени не располагает и сегодняшняя погода. Прислушайся. Дождь льет, как из ведра. Так что у тебя сегодня, Витенька, нелетная погода. Но даже если ты попадешь в астрал, ты не сумеешь материализоваться. Ага. Три раза уже вроде как материализовался, а тут вдруг не сумею. С Евой эти шутки не пройдут. И знаешь почему? Потому что я тебя еще не разгадала. Ты мне очень интересен. И я тебя, помимо твоей воли, господин писатель, сегодня от себя не отпущу. А в этом ты, однако, ошибаешься, госпожа психолог. Мы и сами, чтоб ты знала, не то чтобы и пальцем деланы. Тебе еще учиться и учиться. И поэтому я предлагаю тебе два варианта. Первый. Мы сейчас с тобой выходим из машины, заходим в дом, идем в мою квартиру. У моей матери вопросов не возникнет. Она привычная. Я привожу к себе кого угодно. Ого, студенточка. Она покормит нас. Есть и коньячок. А потом я провожу в отдельную изолированную спальню и уложу спать. А там уж, как захочешь, я могу и просто посидеть возле тебя, похоронить твой сон, как в самолете. А могу и... Это первый вариант. А второй, Витюша... Вот бессовестная девка. Мало того, что перешла на ты. Обращается ко мне уменьшительно ласкательными именами, так еще и трогает. Прости. Мне надо было убедиться. Я в самолете не могла себе позволить это. А теперь могу. Потому что я хочу тебе помочь. Мне просто жаль тебя по-человечески. Нельзя так долго находиться в таком безумном возбуждении. И если тебя не устраивает первый вариант, то от второго ты уж точно не откажешься. На выезде из города, недалеко отсюда, есть одно роскошное, но тем не менее мало кому известное заведение. Просто так в него не попадешь. Исключительно по рекомендациям. Как я поняла, ты русский человек. И надо полагать, имеешь слабость к русской бане. А в этом заведении баня просто потрясающая. Не на газу, а на дровах. И с вениками. А я умею ими обращаться похлеще любой банщицы. Никто еще не обижался. Еще там есть бильярдная, бассейн. И в каждом номере DVD-плеер с фильмами на выбор. Можно даже посмотреть и кое-что совсем бесстыжее. Но тебе, я чувствую, дополнительного стимулирования не требуется. Ты не взорвешься раньше времени, Петюша? Да если и взорвусь, тебе какая разница? Знакомы у меня такие заведения. Когда же ты отстанешь? Неужели непонятно? Человек не отвечает на твои вопросы. Значит, у него другие планы. К тому же он изволит спать. Зачем его бутить? А еще там есть гитара. А я, к твоему сведению, играю и пою. О, Боже! Да и я такой же. Как же ты не вовремя. Но есть одна проблема. У меня нет денег. Закончились. Хотя их у меня и не было. Ой, Витенька, я содержанка. Как мне надоело все. У тебя есть деньги? Ну, с этого и надо было начинать. Это заведение очень дорогое. Каждый час обходится клиенту в полторы тысячи рублей. Без выпивки и без всего прочего. Одно присутствие, активно или пассивно, не важно. А мне важно, чтобы ты отстала. Заплатить, что ли, тебе за час или за два? А сколько ты сама-то стоишь, студенточка-психолог? Но ты не беспокойся, я займу. Ты ведь тоже издержался за границей. И в Барселоне побывал, и в Берни, и во Франции. Отработаю. Куда я денусь? Мне не привыкать. Ой, Витенька, я в этом заведении отработала четыре года. Под кем я только не лежала. Господи! Последний год только вздохнула. Увез меня один клиент с собой в Германию. А с ним не сладко. Жадный он. Приобрел себе блядежку за бесплатно. На силу выпросил у него на госэкзамены. Не люблю я немцев, Витенька. Ой, ой, ой. У меня ухо увлажнилось. Плачет, что ли? Наташенька, ну что ты, девочка моя? Не плачь. Прошу тебя. Проснуться, что ли? Ну, а с Евой как? Обрыдала мне такая жизнь. Сил нет. Куда бы улететь, не знаю. Да хоть куда, лишь бы не видеть всего этого. Витенька, я дам тебе за просто так. Всегда буду давать. Я стою, между прочим, две с половиной тысячи в час. Но с тебя я не возьму ни рублика, ни копеечки. Только расскажи мне, как ты это делаешь. Почему ты прилетел оттуда с запахом тюльпанов? Значит, ты умеешь там перевоплощаться. И она туда же. Вот попал я. Ева ждет. И эту дуру жалко. Мы сейчас с тобой приедем в баню. Я тебе отдамся. Ты ведь хочешь этого? Предательские джинсы. Все. Больше никогда их не одену. А потом попарю тебя веничком. После песни попою. Если будет мало, ты можешь меня брать, сколько захочешь. Но только мы потом обнимемся и ляжем спать. Дуреха. Что она несет? Я подготовленная. Знаю все, как это делается. Но только у меня не получается. Ты заберешь меня туда. И я останусь там. И больше не вернусь сюда. Я обожаю 18-е столетие. Там к женщинам совсем другое отношение. Я люблю цветы. Еще одна цветочница. Но как их много. Что мне с ними делать, а? Одна хочет жить здесь, другая там. Кошмар какой-то. Бред. Такая вот изнанка от умения перевоплощаться. А может, ну и... Витя, забери меня отсюда. Дурдом. Я не могу здесь больше жить, ты понимаешь? Я хочу в Голландию на 300 лет назад. Ну, а я-то здесь при чем? У меня агентство, что ли, по переселению в Голландию 18-го века? Ужас. Когда же это все закончится? Нет. Однако больше я летать не буду. Вы уж как-нибудь, девчонки, полетайте без меня. Но этой хоть я ничего не обещал. Потому как сплю. А Еве обещал. Что делать? Выручил Олег. Наташ, уже приехали. Твой дом. Я не слепая, вижу. Разбуди его. Он не велел. Пусть спит. Какой у него номер телефона? А у него нет номера. И телефона тоже. Он им не пользуется. Ох, какая жалость. А у тебя есть телефон? Есть. Ты хочешь позвонить мне? Только и мечтаю. Какой у тебя номер? Быстро говори. Наташ, а у меня, ты представляешь, деньги кончились на телефоне. Ой, кончает, чтоб ты знал, не в телефон. Мой возьми, бери. Как только он проснется, пусть наберет меня. Я дома. Там есть слово дом. Наташ, а мне тебе нельзя? Нельзя. Да я сегодня за работы. Ты мне понравилась. Правда? Ох, как льет-то. Давай я провожу тебя. Я не растаю. А у меня есть зонт. Да пошел ты нахер со своим зонтом. Лучше подгони поближе. Ага. Наташ, а может быть, я не такой. Ой, да все вы одинаковые. Ну, ладно, позвони мне. Только чтобы Виктор ничего не знал. Как ты думаешь, он мог меня слышать? Да вряд ли. Это хорошо. А то я, дурочка, разоткровенничалась. Ну, все, звони. Я стою дорого. Да я бы за тебя любые деньги. Любые, говоришь? Олег, я дам тебе бесплатно. Ох. Даже, может, и не раз. Но при одном условии. Мне нужен Витя. Сегодня же. Ты понял? Сошлись на непогоду или там какую-нибудь поломку. У него стояк, ты понимаешь? А ему сегодня ничего не светит. Он никуда не улетит. Да он уже как будто прилетел. Ты не понимаешь. Ни хрен с тобой. Записывай. С чего записывать? Пиши. Да у меня бумаги нет. На ладони. А. Ой, дай мне свою руку. На. Я сама. У тебя красивый почерк. Я и сама красивая. Дашь Вите прочитать эти два слова. Он все поймет. И на словах добавишь, что только это может как-нибудь помочь ему. А я этим владею. И еще. Скажи ему, что для этого необходима новая обстановка. Понял? Понял. А что за обстановка-то? С тобой весело. Мебель я хочу в своей квартире поменять. Ой, как хлещет, а. Давно такого ливня не было. Тебе не надо никуда отсюда уезжать. Заглуши мотор и будь возле подъезда. Я живу на первом этаже. Вот мои окна. Я буду выглядывать. Мне надо привести себя в порядок. Он еще не знает, как я выгляжу по-настоящему. Меня мой хахаль специально нарядил в эти дурацкие одежды, чтобы мужикам не видно было моих прелестей. Ног не видно даже. И непонятно даже, есть ли у меня грудь. Она у тебя есть. Какой ты наблюдательный. Третьего размера, между прочим. И не силиконовая. Все, я пошла. Разбуди его. Минут через пятнадцать. Был и боковой будить. Самоуверенная девушка, ничего не скажешь. Нашла, чем удивить. Третий номер, это не шестой. Рядом с Евой она близко не стояла. Вот только как мне до нее добраться? Сон пропал. Стоял ведь у открытой двери в подсознании. Раздумывал о чем-то. Надо было заходить. Как теперь вернуться в этот коридор? А время поджимает. Уже не полчаса, а час прошел. Надо срочно засыпать. А как? Если не спится. Олежка, у тебя есть какая-нибудь посудина? Стакан там или кружка? Витюк, а ты не спишь? Я спрашиваю, у тебя есть из чего выпить? А как же. Вот стакашка. Зонтик где? Да вот он. Ты куда? К Наташе? Нет. Для того, чтобы заснуть, есть один способ. Не то чтобы наверняка, но можно попытаться. Багажник, кнопка открывается. Ну да, тебе помочь? Сам справлюсь. Ух, как поливает. Где там моя сумка? Вина еще достаточно. Хотя тетрапак заметно полегчал. Хорошо я в вене приложился. А как иначе? Ночь без сна. Теперь вот день. А усталость не чувствуется. Может, хлебнешь немножко? Нет. Ты что? За твое здоровье. Что за вино такое? Шардоне. А ну откуда? Из Леона. А делают его в Бургундии. Ну, за погодку. Смеешься. Дождь стеной пошел. У природы нет плохой погоды. Дай-ка зажигалочку. Свою оставил. Где? Где надо? За Голландию. Ох, ничего ты разогнался. Еще стакана три-четыре. Ты это для храбрости? Для сна. Питек. Смотри. Наташа выглянула. Ох, ни хрена себе. Ты видел, а? Зря она старается. Ты с ней не хочешь, что ли? Не хочу. Но она... Да слышал я, о чем она тебя просила. Не вздумай только уговаривать. Это бесполезно. А телефончики потом вернешь. Как раз и будет повод встретиться. Задам. Тебе-то дам, а мне не дам. Две с половиной штуки не найдешь. Найду. Она что, проститутка? Нет. Честная давалка. Я думаю, она тебе до двух скинет. По знакомству. А два рубля она за ночь берет? За месяц. Заводи мотор. Поехали. Куда едем-то? В Петровку. Как и договаривались. Погоди-ка. Я ищу одну. За Петра. Какого? За Петра Великого. Сказал. И самому смешно однако стало. Какой же он великий. Ростом разве что. Да он скорее не великий, а несчастный. Плясать всю жизнь под чужую дудку и выдавать себя не за того, кем ты являешься на самом деле. Незавидная судьба. Лучше бы ты, Ваня, жил в своей родной деревне и был самим собой. Нашел бы ты себе другую прачку, не хуже, чем Катрин, и нарожал бы с ней детишек, мальчиков и девочек, таких же долговязых и смешных. Ну, а твои детишки, в свою очередь, нарожали бы тебе внучат, а внуки правнуков, ну и так далее. Мальчишек, ты бы обучил своей профессии, плотницкому ремеслу, и вы бы сообща открыли бы свою мануфактуру по производству шлюпок, буеров, а то и кораблей. Вы бы не мешали никому и занимались бы своим любимым делом. И был бы ты, Ванюша, счастлив, а заодно с тобой и все твое потомство никто бы вас не проклинал. «Эх, Ваня, Ванечка, Ян Классович, и угораздило тебе отправиться в Москву на заработки. Попал ты, друг мой, сам того не ведая, под колесо истории, а заодно и под проклятие романовского рода. Ответил ты в итоге, брат, не за свои грехи, хотя и сам, конечно, начудил немало. По пьянке все. Эх, Ваня, парень ты хороший, но без головы. За что бы ты не брался в попыхах, все у тебя сплошные неудачи наперекосяк. Потому что, друг мой, это не твоя страна и не твой народ. Ты не сумел его понять. Твои нелепые эксперименты ни к чему хорошему не привели, а их последствия мы все еще не можем расхлебать. Потеряна история, а вместе с ней и связь времен. Мы ничего не помним о своем великом прошлом и верим в вымышленный бред, о своей неполноценности в общем развитии человеческой цивилизации. Потеряна и вера. Когда еще вернется к русскому народу истинное православие? Ну, хоть Сибирь не тронул, слава богу. А это значит, что не все еще потеряно. Такие вот дела, Ян Класович. Прости меня, конечно, ты мой друг, но истина дороже. Чудак ты, Ванечка, на букву М. И двойники твои такие же. Один смешнее другого. Пьяницы и гомосеки. А сколько у тебя их было? А? Как-то ты обходишь эту тему. Расскажешь. Никуда не денешься. Мне тоже, брат, не верится, что ты один всему виной. Чудили вы, однако, вместе. Всей компанией. А тут еще и Рамадановский. Ух, и загадочная личность. И вот что удивительно, никто его ни в чем не обвиняет. Как будто он совсем не при делах. А не он ли правил бал в Москве вплоть до 1717 года? Ведь ты же, Ваня, был в его руках марионеткой. Так может, это Фридрих Рамадановский и есть анчихрист? А не ты? Ну, елы-палы. Только начал засыпать. Олег, ну что ты делаешь? Я не люблю попсу. Да я тоже не люблю. А, это телефон. Ответь. Вот сам и отвечай. Тебе звонят. Витя, я не могу отвлечься, у меня руки заняты. А ты одной рукой. Это Наташа. Ну, а я-то здесь при чем? Она тебе записку написала на моей ладонне. Олег, я сплю. Она гипнотизерша. Как много у нее профессий. И стриптизерша, и гипнотизерша. Не обращай внимания. Рули. Рулю. Дороги не видать. Сейчас доедем до Петровки. Витю. Она опять. Да пусть все поет. А студио не самый худший вариант. Солисточка такая интересная. Третий звонок подряд. Ответь. Следи за трассой. Скоро поворот. После четвертого звонка мое терпение иссякло. Прижмись к обочине. Мне надо выйти. Зонт возьми. А толку от зонта за минуту успел вымокнуть до нитки. И вновь о студио. Витюк, ты не уснешь с ней? Ну, ответь. А я пока налью. Не расскажет негому то, что с тобой были мы. Алло. Ой-ой-ой. А с ней истерика. С чего бы это? Наташа! Я не виноват. Мы были на заправке. Я зашел в кафе. В кафе. А Витя спал. Да спит, наверное. Не понял. Прямо кухол? Пришлось махнуть рукой. Давай сюда. Иначе не отстанет. Я слушаю. Уснешь с тобой. Возле Петровки. Наташа, извини. Это не твой день. Не могу. Ну, меня ждут, ты понимаешь? В Голландии. Да нет, не прочитал. Это так важно? Ну, хорошо. Олежка, что там у тебя написано? Да хрен пойми, уши. Все буквы стерлись. Второе слово. Будто бы... Гипноз. А первое? Не знаю. Какой-то сивный, что ли. Прогрессивный? Наверное. Наташа, мне будущее неинтересно. Ах, наоборот. Ты можешь мне помочь. А у тебя получится. И ты уже имела опыт. Успешный? Молодец. Давай. Нет, лучше у тебя. До встречи. Талантливая девушка, однако. И как она повсюду успевает. Возвращаемся. От такой девки грех отказываться. Только смотри, чтобы она тебя не развела на бабки. Ух ты. А ведь это интересная идея. Ей, ее, ей нужен новый гарнитур. Только не на бабку. Или кухонная мебель. Да хрен ее поймешь. А на прабабку. Ух, как здорово. Олежка. Тормозни. Ну, а сейчас до храбрости. Да мне ее не занимать. За мою прабабушку. Настасью Андреевну Очигечеву.